Хоть одну плитку узнаю, что продали, сразу возбудим уголовное дело. Изначально звучало от губернатора, да, мы поможем городу Ачинску, потому что он уважительно к нему относится, но будет жесткий контроль со стороны и помощников, и со стороны самого губернатора. Есть у нас на каждом объекте куратор, значит, по всем кураторам не просто люди, это заместители непосредственно. Ремонт на улице Кравченко кто курирует из ваших замов? Ремонт улицы Кравченко у нас курирует Григорьева Наталья Валерьевна. Судивлены, что сегодня ее не увидели? Мы ее не увидели, потому что она находится на обучении, ну, к сожалению, есть еще и основная производственная деятельность, поэтому вы видите здесь меня и зама, который отвечает в комплексе за благоустройство города непосредственно в ЖКХ, это Корзик Олег Викторович. Александр Юрьевич, вы сказали, каждый день контролируете его, и что видите каждый день? Я могу сравнить с началом производства работ с прошлой недели. Если до прошлой недели подрядчик думал, что он будет раскачиваться у меня до октября месяца, то уже с прошлой недели, вы, наверное, сами замечаете, ну, мы все живем, что активно у нас город не утихает во всех направлениях с утра и до позднего вечера. То есть изменения значительные есть и в наращивании сил, и в дополнительной технике, и в выполненных объемах. Риски есть всегда, они нас всех учили оценивать и внутренние риски, и внешние риски, и управляемые, и неуправляемые. В Сибири риски – это проливные дожди, которые всем понятны, но мы же в Сибири, у нас другого нету. Поэтому, если дождь прошел сутки, то на следующие сутки надо в два раза больше поработать. Вы успеваете посмотреть? Оцените, есть замечания или нет? Здесь помимо подготовительных работ, сейчас трудно что-то оценивать, да, но подготовительная работа выполняется в полном огне. Остается понять завтра, посмотреть, чтобы это все началось вывозиться в срочном порядке, потому что надо убирать корневую систему, надо выставлять поребрик, чтобы начать делать асфальтирование и завозить грунт. Почему? Потому что вы слышали, завтра приезжает озеленитель, начинает там высаживать деревья. Ему надо дать плацдарм, а плацдарм у нас еще пока не готов. То есть буквально с завтрашнего дня здесь должна работать техника, это мы посмотрим, чтобы отдать объемы работ водозеления. Возможно, здесь, если нас застегнут дожди, перейдется работать в круглосуточный режим, будет неудобно. Но, опять же, в сравнении, потерпеть неудобно или делать снег, как попало, чтобы на следующий год все это развалилось. Зачем я десятки, сотни миллионов буду вкладывать в город, если жители это потом не устроят в полную медь? Продолжение следует...